Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, который на уровне сложности божество пытается пройти Sid Meier Civilization 6 Gathering Storm или New Frontier Path за Вьетнам! Со свежим патчем, в общем-то свежая цивилизация и свежий режим корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше переходите к первой серии. Ссылка есть в описании. Всегда смотреть правильнее и интереснее с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Итак, что я подумал? Во-первых, конечно жалко, что у нас в соседях нет Америки. Мы бы с ним... Ну, то есть было бы историчненькие вот эти битвы. Но с другой стороны, Америка явно на другом континенте и может приплыть как раз на континент Вьетнама, что тоже историчненько. Дальше. Потом Вавилон идет захватывать Кардив. Я думаю, что это норм, потому что явно Кардив отвалится просто по лояльности. Мне бы еще вот тут где-то город поставить на самом деле, и тогда вообще Кардиву не удержаться. Дальше. Тут у нас приплыла Каравелла город брать. Мне кажется, все-таки не должно ей хватить силы, но если хватит, придется, конечно, мир заключать. Пока мы тут вот богату осаждаем. Блин, или этот... Не, ну 58, слушайте, это долго будет. Может, какую бомбарду сделать, что ли? Я скорее просто пока прокачиваю юниты больше, чем... Можно пограбить что-нибудь. Убьем. Давайте вот... Давайте, наверное, этот пограбим. Военный лагерь. То есть я вот обстреляю вот так город. Да, слушайте, походу не повезло колумбийцу как-то с территории, почему он все с одним городом так долго сидел. Ну хотя тут выглядит, что вроде есть проход. Ладно, встану сюда. Или надо было разграбить, а потом сюда идти. Наверное, надо было разграбить. В другой истории там 48 веры. Зачем мне вера? Зачем мне вера и надежда? Вот этим сюда встану. Или сюда? Этот сюда может встать. Так, разграбим. Ну это на лечении, по-моему, лечение это дает. Так, этим... Не знаю, стоит ли нам этот военный... О, повышение заработали. Стоит ли нам этот военный лагерь бить? Я бы к городу пошел уже. Так. Здесь разобрались. Тут будем Тань строить. Из Сайгона. У нас... Я вот еще, кстати, подумал, что, наверное, стоило союз с Вавилоном культурный заключать, чтобы у меня Куанг-3 не отваливался по лояльности, а не научный, как я заключил. Ну, тем не менее. Тем не менее. В Кумасе не хочу, потому что я слишком далеко. Разграбят. Один у меня, по-моему, уже в Вавилон. Нет, не бегает еще. Так, ну, в Вавилон отправляем. Так, у меня в союзниках все еще Сингапур, да? Венеция будет давать золото к иностранным городам. В Кумасе работает только на города-государства. Шенгетти. Не, ну сейчас в Сайгоне, например, плюс два производства из-за способностей Сингапура. Так, шахты. Тут мы убрали. У нас Тань будет. Тут убирать как раз не надо. Пойдем садим лес. Интересно, если он не на моей территории, я могу лес посадить? Потому что кампус не построится, да? Ну, не выглядит, что богата может быть взята, честно говоря. Если бы у меня были... Ну, если бы я подготовился к захвату, хотя бы, не знаю, хотя бы одну катапульту принес, то можно было бы. Так, промышленная площадь тут уже строится. Отлично. Тут мы убрали под акведук. Не знаю, делать лесопилку не делать. Мрамор бы еще как-нибудь обработать. Давайте мы открытые границы... А, во-первых, делегацию? Нет, они не примут. Давайте посмотрим, может, кто-нибудь примет делегацию. Да, не принимают делегации. Я хочу с этим... А почему у меня... Ну, у нас границы близко. Он неизвестная причина. Не любит... Которых меньше военных юнитов, чем... Ну, блин. Ну, это, знаете, на божестве-то сложно... Иметь одинаковое... Ну, гоняться с компьютером по количеству юнитов. Блин, вот это меня раздражает. А вот после патча они перестали предлагать цену. Вот теперь нормально. Когда сотку кидаешь. Поломал кое-что. Фераксис в очередной раз. Так, вот тут я посадил лес. А, блин, я тут не поставил метки себе, конечно же. Тут у нас... Ну... Поставлю, ладно. Тут я хотел промышленную зону. А здесь... Акведук. Так, и в принципе тогда пошли вот здесь делать шахту. Блин, может, еще вот эти клетки. Блин, денег нету вообще. Я 16 в ход плачу просто хамурапи. Еще 21 в ход будет. Чтобы мир с ним заключить. Ну, тут надо этих лис как-то обрабатывать. Каким-то образом. Так, в этом городе... Тоже уже... Слушайте, а где у нас там мерканти... Ну, я в исследование, конечно, сначала зайду. Потом в дипломатическую службу. Потом в меркантилизм давайте. Блин, я тут что-то все прям... Пообработал уже. Когда у нас следующая клетка? 8 ходов. Тань, я строю. Ну, реально, нечего обрабатывать. Блин, я бы в этом городе... Село, наверное, сделал. По-моему, там долго было. 11. Надо бы карточку на посело. Короче, торговую республику открою. Карточки на посело и... Вперед. Тут заселяться и там заселяться. Надо в двух городах будет... Ну, наверное, в столице построить одного. Блин, мне реально уже... Рабочими во многих городах ничего обрабатывать. Ладно, пошли так, наверное... Китов пойду обработаю. Как минимум, можно будет корпорацию на китах построить. Что в Сайгоне? Я вот думаю, этот Тань может в Сайгоне строить. Не, ну хорошо, а этого где тогда? То есть в Сайгоне я смогу еще найти. Например, в Сайгоне можно будет Тань вот здесь поставить. И будет соседство для вот этих районов всех. Я так понимаю, что его именно желательно... Что он вообще... Еще раз, две единицы культуры за каждый соседний район. А еще туризма за это буду получать. Я бы тогда тут Тань строил в Хуалы. Ну, тогда давайте, наверное, в Сайгоне... Хорошо, а это промышленная площадь. От кого делать? Ну что, делать кампус или... Или промышленную? И то, и то по пять. Тут она будет больше, на самом деле. Не плюс один, а плюс три в итоге. Хорошо, а в этом городе промышленная зона где? Так, а что я выбираю? Я эту клетку купить не могу, правильно? О, а тут очевидно... Вот тут будет промышленная зона. И тут либо дамба, либо акведук. Так, акведук тут стоит. Знаете, если можно дамбу, то я бы дамбу тут поставил. Потому что у меня просто больше на этой реке негде будет. Иначе. Хотя можно еще тут будет. Ладно, что я тут думаю? Я... Тут такая музыка. Я все равно не могу пока начать промышленную зону, потому что денег нет на выкуп клетки. Так что кампус. ГГшку какую-то убили. Так, вулкан этот далеко. Рейна в Хьюэ села. Ну тут, собственно, одну клетку. А хотя тут еще, видите, можно... Просто Рейна быстрее клетки выкупает. Так, давайте. По городам еще пройдемся. Что тут? Нехватка, постоянное удовольствие. Это, конечно, немножко странно. У меня вроде... Ладно, пускай на рост пока стоит. У меня... Прошлые прохождения... Настолько... Нет, тут пускай на производство. Так мало удовольствия не было. Давайте смотреть за... Нет, даже не за этим. Так, Византия торгует с Вавилоном. Это понятно. Уехала каравелла. Решил больше не атаковать. Нет, отклоняем. Самое интересное, что у компьютеров нету ресурсов. Такое ощущение. Я не знаю, куда они их девают. Вау, мега извержение. Все равно... Ну, конечно, тут Вавилону уже столько клеток полу. Так, банк нам нужен. Банки нам нужны точно. Потому что мы идем прямой наводкой в экономику. Слушайте, может, мы прям сразу и пойдем в экономику? Да, слушайте, нам же еще... Я правильно кампус поставил. У нас же удвоено строительство в этих зданиях. Пошли прямо в экономику. Я, правда... Ага, через астрономию или чье? Давайте через астрономию. Блин, мне бы еще катапульты две сделать, чтобы апнуться в бомбарды на самом деле. Блин, что-то страшно в связи с той каравеллой на воду спускаться. Пока подстаю. Так, может с кем-нибудь поторговать? Так, вот Мали, по-моему, вполне может захотеть лошадей. Нет. Странно, написано 40, а здесь написано, что 22. А, это железо, тьфу ты. Это я слепой. Ну, давайте железо. Так, хорошо, по одной понятно, он 5 предлагает, да? А если мы тебе... Значит, у него 16, у него максимум 40. 16. А, опять вход. Вообще, 16 на 5 это 80, да? Но они, конечно, меньше. Что, давайте попробуем 60. Готов, отлично. А70? Готов. А73. Так. И я бы селитру попродавал еще. Ну, наверное, надо выкупить эту клетку. Один ход нет, подождем. Жалко денег. Так, теперь... А, веру все-таки дает. Ну ладно, обстреливаем город. Получаем веру. Тут, пожалуй, мушкетера поставим. 49 науки, норм. Так, обстреливаем. Стоим. Грабим. Не, ну как это? Это... С этими четырьмя слонами не берет. Ну ладно, еще этим подойду, но... Что-то сомнение у меня по поводу возможности взятия. И ни у кого не появилось еще двойного... Видите, все по одному. Ну, три гипса, я не могу с ним торговать, потому что у него красители есть. Причем красители есть... Даже не потому, что я ему... Я ему, по-моему, кофе дал. В дань. Чтобы он не воевал со мной. Ладно, селитру. Давайте в Византии. Селитру попробуем продать. Однократно 6. А если я 14 тебе продам? 6 и 4, 60. 84, да? Ну, 84 он мне не предложит. Просто если 80 хотя бы. О, готов. У тебя 84 нет. А 83, да. Отлично. У меня нормально селитры, плюс 6 вход. Так, универ. Потому что двойное. А потом промышленную зону давайте. Дальше. Здесь правительственное готово. Ну, надо зал для приемов. Видите, минус 2 лояльность в городах без губернатора. Это мне бы желательно... Ну, в любом случае зал для приемов сначала. И давайте думать, куда губернаторов. Там Лян Чакьеву садится. Пингала, Виктор, Рейна. Так, вот мне в Сайгон... Ну, в Сайгон надо. Сайгон. Большой хороший город. Вопрос, кого? Магнуса давайте пока. Колизей построили. Да, суперизвержение, конечно. Суперизвержение. Да, ну вот зал для приемов немножко полегче сделает. Да, нельзя посадить лес не на своей территории. Ну, ждем, значит, когда тут 6 ходов. Блин, значит, надо покупать эту клетку. Я понимаю, что я не особо спешу пока со строительством кампуса. Хотя я его буду строить после вот этого зала для приемов. Я бы просто посадил, чтобы уже не беспокоиться по этому поводу. И все. Вам не хватает достоинства, чести, набожности и других черт праведного правителя. Можно равняться на меня, надо. Возможно. Ну, ты умер уже давно. Давным-давно. Это и в компьютерной игре нарисованный болванчик. На кого уже равняться? Вот если бы ты жил вечно. Так. Работаем по богате. Видите, я не могу даже... Я не могу ее в осаду взять. И она восстанавливается, пока я обстреливаю. Поэтому тут, конечно... А, я не могу даже этим обстреливать. Встану сюда. Отсюда могу. Просто... Ну, давайте еще раз грабим. Так, ну вот что... И что вот этим рабочим делать? Опять же, все клетки, которые можно было для этого города, я обработал. Так, вот тут мы лисичек. Опять могу... Так, что лисички дают? Давайте глянем. Ну, я, к сожалению, в Тхан Лонге это не смогу организовать. А смогу... Блин, а где вторые-то лисички? Что-то я... Вот вторые, да? Как раз. Значит, здесь мы сделаем... Потому что у меня нету алмазов, например, вторых. Алмазов я не смогу предприятия поставить. А что... Лисички дают как предприятие? Ладно, следующим ходом увижу уже. Тут тоже все обработано. Ну, обалдеть. Так, ну, скот можно... Будет. Что-то у меня... Слишком дофига рабочих получается. Так, каравелла туда приехала, поэтому я смотрю, можно китов попробовать... Пообрабатывать. Ну, в этом нету смысла отходить. Там никто в меня не стреляет, ничего не делает. Так, вот здесь надо мрамор. Обработать и будет предприятие мраморное. И где-то еще должна быть одна цивилизация на континенте. Потому что они все ее встретили, а я нет. Колумбия даже двух встретила. А Мали... Ну, двух... Колумбия, скорее всего, она уже на следующий континент доплыла, потому что у нее каравелла есть. Вот Мали всего лишь трех. Ну, четырех вместе со мной. То есть, и неизвестная. Где-то тут вот за Мали должна быть эта неизвестная цива. Так, Тань построен. Теперь мы плюс четыре еще к культуре имеем. Вопрос, где мне промышленную зону строить. Ну, а к виду, тут вопрос всего два места. Либо сюда, либо сюда. Мне кажется, стоит сюда. Потому что это опять будет соседство с коммерческим центром. Сюда какой-то город, еще какой-то район можно было бы тогда всунуть. А сюда я канцелярию могу, например, поставить. Не канцелярию, как она, дипломатический квартал. Ну, с другой стороны, это немножко странно. Может, лучше сюда дипломатический квартал. Вхождение уровень вражеских спионеров, разбой в этом. Ну, хотя... Ваша цивилизация плюс один к мировому влиянию за каждую делегацию или посольство от другой цивилизации. Да, слушайте, я бы... Я бы все-таки в Чакьео. Давайте... Нет, подождите. Тут же акведук мне надо ставить. Да, тогда я могу, например... Нет, что-то мне тут не нравится дипломатический. Может, какой-нибудь Сайгоне тогда. Ну, то есть, я бы тут... Ладно, давайте с промышленной зоны начнем. Сюда... Акведук... Я не хочу тратить вот здесь вот эту клетку с холмом и лесами. Я лучше там лесопилку поставлю. Или вырублю и шахту поставлю. У меня тут зарядов три. Наверное, вырублю и шахту поставлю. Терракотовая армия. Блин, минус три уже недовольство. А че так, подожди, а че тут... Усталости... Ну, пока я же воюю постоянно просто. Блин. Имеет ли мне смысл продолжать с ним воевать? Хотя, я, наверное, даже пока мир не могу заключить. Могу. Что он тут мне готов за это дать? А, он не готов мир заключать. Кайф. У меня уже осталось... У меня в столице минус пять чисто из-за войн постоянных. А, вот теперь он готов. Сорок... Две деньги в ход. Ну, я, наверное, приму. Я богату сейчас не беру. И даже если я беру, нафига она мне? Очень такой мусорный городок, прямо скажем. Только вот... Кампус на плюс четыре. Так. Как там у нас Кардив падает? Вот теперь... Так, вот тут у меня проблемы с лояльностью. О, плюс четыре пошло, отлично. Плюс ноль четыре. Ну, хоть что-то в плюс. Это очень хорошо. Так. Вот. Можем сделать. И она будет дать 30% к производству при создании гражданских юнитов в городе. То есть, вот тут надо будет поселенцев делать, получать. Ну, в любом случае, мы создаем тут предприятие. Так, лисица обработана. Что тут? Может, подождать, пока Магнус приедет и вырубить лес. Так, тут скот. 90%. А какую клетку сам город добавит? С камнем. Через пять ходов. Ладно, стоим, ждем. Там просто вообще реально все обработано уже. Или в этот город отправиться. Может, пока там два заряда. Тут у нас киты, рыбу. Вот это вы все бы обработали. Ладно, поехали сюда тогда. А у... Подождите, а у этого как? Тоже два. Давайте этим сюда. А вот этим мы пойдем как раз... Такая же скорость перемещения. Нет. Шахты там сделаю. Блин, может, с Шенгети теперь повоевать? У меня в Шенгети даже послов нету. Смысл мне. Давайте. Я понимаю. Ну, во-первых, никто его сюзереном не является. То есть, я не думаю, что... То есть, послы туда отправлены, да. Просто качаем слоников в очередной раз. А вот этого надо убирать. Блин, этого надо было как-то вперед выставить, конечно. Так, стоим. Но мне бы, конечно, так вот пробраться. И с этой стороны атаковать Шенгети. А не с пустыни, блин. А это я что-то опять в очередной раз тупанул. Ну, а с другой стороны, а что ждать? То есть, сколько это... Хода три мне надо было бы туда идти. Я тоже не факт... Точнее, не факт. Я не особо хочу Шенгеть теперь забирать. Потому что он дебильный город. А вот покачать юнитов на его... Так, литье я пока, пожалуй, пока не буду открывать. Два универа. Давайте я начну два универа. Явно... Один уже есть, и второй через два хода как раз. Откроем книгопечатание. О, Сингапур перекупили, блин. Не, ну в Сингапур надо. Это плюс два производства. То есть, я как бы сейчас с него имею, грубо говоря, раз, два, восемь. Восемь производства благодаря. Тому, что я сюзерен Сингапура. Мир достанется тому, кто возьмет его. Вот вы и взяли. Я не знаю, вот... Это не только Византия говорит обычно вот это. Канди вынужден быть в Великой Колумбии. Что это значит, вообще без понятия. Каждый раз удивляюсь. Так, давайте... Это ж не будет конец хода, по идее, нет. Так. И так. Эх. Немножко не добили. Ладно. Этого сюда и плюс семь. Этот у нас раненый. Хай сюда идет лечиться. Этот стрелял. Ну тут пускай стоит так. Не добил немножко. К сожалению. Так. Ну, продолжаем. Ну, в хвалы надо. Слушайте. А там у нас Амания. Чисто два... Двух послов. Ну. Честно говоря, ни в какой из этих городов мне не хочется. Потому что Кумаси я вообще пока не использую. Зарение технологии замки. Кстати, я это сделаю, когда... Торговую республику возьму. Проложить торговый путь в НКС Гаргаму. Вот мне бы катапульту создать на самом деле. А у Мани есть прокачки, которые дают лояльность. Я бы когда поменял Виктора и Амани. Давайте пока ее в хвалы глянем. По-моему, там что-то есть. А, чужие города теряют. Уровень вражеских шпионов снижается. Ну, ладно, пока так. Это, по-моему, у Виктора прокачка на лояль... У кого-то есть прокачка на лояльность. Нет. Ладно. Все равно минус пошел. Минус 0,3 десятых. Не знаю, чего это... Ну, вообще, я знаю, чего это зависит. Не знаю, почему там было плюс 0,4, А вот тут стало 0,3 десятых. Что вот на 0,7 прям так повлияло. Очевидно, в каком-то из вавилонских городов увеличилось количество жителей. Так, ну и что делать этим рабочим? Давайте тут постоим, подождем, когда камень добавить. Так, тут мы стоим, ждем, когда Магнус приедет. Сколько вообще зарядов? Три. А у этого два. Может, пойти здесь фермы лучше сделать? Хотя и камень будет неплохо. Ладно, давайте подождем. Сколько там ходов до камня? Четыре. А тут, что он будет? Три хода вот это. Тут, конечно, можно было бы фермы принять. Но я дождусь Магнуса, да? И я повырубаю лес на строительство... ...производственной площади. Кстати, Тань, вот тут неудачное решение. Потому что ромашка будет... Тут надо не Тань ставить, а какой-то другой район. Тань, скорее всего, вот сюда надо. Ну, то есть, он будет на эти два района тогда соседство делать. Тань, а Тань? Так, шахту. Тут мы едем за китами. Пошли слоникам с этой стороны. На шингетте работать. Над шингетте работать. Так, куда вот эта вся армия прется, интересно. Почему у Мали вообще армия в тундре, а не в пустыне? О, зал для приемов. Сейчас, кстати, должна будет следующим ходом повыситься лояльность. Потому что появилось счастье. Так, ну, здесь давайте кампус. Плюс четыре, кстати. Между прочим. Я понимаю, что тут плюс 30% к производству этого. Так, я должен еще корпорацию... То есть, вот корпорация у меня будет на... На... Господи, на красителях. Корпорация должна быть на кофе. Корпорация должна быть на китах. Но, это надо смотреть. Дон Хой отваливается из-за Кардифа? Ни хрена себе, вот это поворот. Так, ну, нам надо, очевидно... Омани в Дон Хой отправлять. Блин, минус 10. А я тут не построил... Монумент, да? Давайте купим монумент. Ну, это все равно только две лояльности. Ну, сейчас еще вырастет количество жителей. Блин, я думал, Кардиф будет отваливаться. А все получилось наоборот. Ну, потому что героический век, а у меня темный. А у Вилона героический. Блин, как я ступил и взял культурный союз. Это такой фейл, на самом деле. Зачем я взял... Ну, я знаю, зачем я взял научный. Чтобы науку получать от караванов. Так, торговую республику принимаем. Новые строители, содержание юнитов. Ну, есть на лояльность в городах с гарнизоном. Там плюс два, правда, только. Это маловато. Так, что тут... Изоляционизм нафиг надо. Морские рейдеры. Нет, не хочу снижать. Нет, это все... Все так себе. Давайте торговую конфедерацию. На данном этапе это неплохо. Действующий губернатор с двумя и более повышениями. Ну, в принципе, это сработает на столицу пока только. Ну, неплохо для столицы. Соседство центр коммерции нафиг на... Бонус промышленной зоны. Пожалуй, да. Строителей я больше не строю, поэтому вот это можно убрать. Ну, что, 50% на поселенцев, да? Поставим. Содержание юнитов. На осадные юниты что-нибудь есть? Морские юниты. Да, кстати, вот опять я знаю, что вот это дает 30% и на строительство гаваней тоже. Так кто не в курсе вдруг внезапно ветеранство и на гавани работает? И написано такой офигительный период в очередной раз. Ну, ладно, давайте пока так оставим. Вот и замки ускорили. Так, давайте в Тхалонге... Я все-таки хочу два... У нас же сейчас еще уменьшено, по-моему, за производство стоимость военных юнитов за производство снижено 50%. То есть катапульты сейчас вот по одному ходу должны быть. Я хочу их построить, потому что две бомбарды надо. Мастерскую и банк. Так, тут стоим, ждем. Тут стоим, ждем, когда Магнус приедет, чтобы вырубать с большим профитом. Здесь просто нечего уже обрабатывать. Так, сколько у нас тут минус идет? Минус 4, 4. Может, слоном тогда туда в город сядем? О, чуть-чуть мы тут отступаем. Пил. Вот так встану, чтобы он его обстреливал, а он получал плюс 5 к защите. Да, вот это, конечно, и отступаешь, чтобы не наваляли. Господи, Колумбия сразу какое-то чудо стало. Альгамбру быстрее строить. Очень нужное чудо. Не, оно хорошее, кстати. Но в случае Колумбии просто оно нифига не ненужное. Ну и что, фермы тут что ли поделать теперь? Тут как бы 3 фермы нормально встанет. Один заряд. Хотя вот тут поставлю ферму, потому что тут уже и рядом и так есть. Во-вторых, тут еще и производство, а потом вот тут бы ферму поставить. Как в Хуалы поселенец строится? Три хода. Давайте, наверное, его здесь сделаем. А, потом и в Чакье у одного. Тут 5 ходов. Тут я куплю мастерскую, чтобы быстрее поселиться. Этого поселенца я, скорее всего, туда поведу. И вот, правда, прямо не знаю даже. Давайте посмотрим на лояльность. Видите? Минус 5, минус 2. То есть вот сюда влезет-то город. Но он будет минус 5 иметь сразу. Блин, какая ошибка с союзом, конечно. 13 ходов. Слушайте, ну, должны вы... Вроде должны выдержать за 13 ходов. Главное, чтобы он потом войну не объявил. А согласился... Согласился продлить. Еще, кстати, фигово, что ни одного научного города-государства нет. Кстати, а кто лидер по науке? Ну, вроде Вавилон. Сорокет. У меня 27. 33. Ну, Вавилон, опять же, из своих озарений лидер, да? А вот по науке конкретно, по науке, видимо, на другом континенте, ребята. И у них там, наверное, есть что-то научное. Потому что мы тут все остальные, кроме Вавилона, просто... Просто... Просто никакие. Так, кампус надо. Вверху тут будет производство. Иметь каждый город. Вот, во-вторых, опять же, повторю, у нас строительство в кампусе дает... Сейчас в два раза быстрее из-за принятого в... Ну, слушайте, должен с героической выйти, мне кажется. Конечно, посольство разрешаем. Вавилончик, потому что маленький. Вавилоняшечка. Поняли, поняли. Это... Няшечка и Вавилон. Совместили вместе, и Вавилоняшечка получилась. Пайнэпл и Пэн. Пэн, Пайнэпл, Эппл, Пэн. Вот это вот все. Так, увеличиваем... Дипломатическую видимость. Тут стоим в защите. О, вот этим сначала обстреливаем. Потом вот этим. В принципе, так и постоим. Сейчас буду подходить к Шенгете, обстреливать, отходить. Слушайте, опять же, вот компьютер, да, не соображает. На самом деле, надо сюда встать, и следующим ходом, за счет ускорения, мы, по идее, должны быть уже в городе. Минус 1,4. Ну, это терпимо еще, да? На золото в Вавилон. А тут золото и производство будет. И еще, даже дай, больше будет производство. Вот так, давайте. Так, тут покупаю мастерскую. Эх, никак не ускоряется, ладно. Так, стоим, стоим. Приехал Магнус. Вырубаем лесок. И, пожалуй, я производственную начну сначала строить, потому что я на нее вырублю сейчас камень. Ну, не сейчас, а как раз следующим ходом, по-моему, добавится он, да? Два хода. Подождем два хода. Ну, вообще, она за два хода. Ну, в любом случае, я камень хочу на промышленную зону, и вообще не заканчивается еще эпоха. Так, в Барсипу давайте. Так, у нас уже построен... Строится промышленная зона. Тут ждем. Первая катапульта есть. Ну, что, давайте, наверное, бомбарды открывать. У нас вторая катапульта за один ход сделается. Блин, мне бы в индустриализацию, на самом деле. Ну, две мастерские будут. Чудо света античности нет. При помощи копейщика нет. Две гавани тоже нет. Это я ускорил. Убить кого-то при помощи мушкетера. Кстати, вот это надо попробовать. Иной две мастерские будут. В Шенгете надо кого-то убить при помощи мушкетера. Блин. Давайте открытые границы смоли. И давай ему 20 селитр. Предложим. Да, ё-моё. Право прохода. За право прохода. То есть, приходится теперь убирать сотку. Например, ставить 40. И только тогда он что-то предлагает. Хм. Ах. Да, блин. Он тут готов все платить. Хм. 96, 97. Ах. 94, нормально. Подожди, ты же только что соглашался. Тяжелые переговоры. Класс у него. Кампусик. Горы. Так, ну давайте, давайте хуалы поведем. Где-то по пути апнем. В бомбарды. Потому что бомбарды появятся. Будем шингете бомбардами обстреливать. Так, тут растем. Кстати, забыл переключать на рост. Растем. 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 Этого поселенца я сюда отправлю. И, в общем-то, на этом расселение закончится у меня. Ну, слушайте, у меня уже больше науки, чем у Вавилона. И вообще, я на своем континенте лидер по науке. Блин, подождите, я не успел, что ли, построить? А, бомбарда просто класс. Ну, кстати, кайф. Даже лучшее получилось. Ну, что, апнем, наверное, сразу. Блин, 165. Не, пока жалко денег. Ну, вот о чем я говорил. Вот эта вот способность вот это вот подойти, вот так стрельнуть и отойти. Но города, опять же, не берутся подобным образом. Потому что это слишком слишком слабенько. Нет, Сингапур. Амбиорикс объявил войну Сингапуру. Блин. Я мискликнул опять. Фигня какая. Ну, вообще-то, вот этим не берется. Если у него нету таранов и катапульт, он будет сейчас колупать Сингапур очень долго. Так что, может быть, пожелаем ему удачи просто. Так, следующим ходом надо будет посмотреть, повлиял ли слон на лояльность. Это у меня претензии к Галу появились, потому что он атакует. Ой, а к Мали могу походу делегацию отправить. Вот почему почему у них так мало ресурсов. О, трюф. А, ну опять же, мне нечем торговать с Вавилоном. Ему ничего не надо. Ну, вы видите, что... Вот это Сингапур не берет. Так, короче, я зря кучу юнитов положил у Шенгети и не убил их. Так, могу предприятие сделать. Ну, мне особо выбирать нечего. Я, конечно, сделаю предприятие, потому что больше просто негде его делать. Кроме как в Данхои. Все равно минус 1,4. Слоники не особо помогли. Так, это относится на самом деле к Тхолонгу, но я переброшу эту клетку на Сайгон. Тут давайте давайте, наверное, мастерскую ускорим. Вот так сделаем. Так, этим пойдем сюда работать, убирать кукурузу. Тут будем акведук делать. Так, тут у нас строится кампус. Как бы мне так сюда пройти? Давайте может через Шенгет и реально будем защищать просто вот так. О! А вот и предприятие. Но я бы, наверное, здесь сделал. Просто тут всегда может разграбить Гал, и я туда хрен доберусь. так, я просто жду открытия. Хочу карточку поставить на снижение стоимости в золоте на улучшение юнитов и апну катапульту и воина. все остальные у меня вроде уже улучшены юниты. Ух ты, что-то ломанул Византия. Византия ломанула. Кто ломанул? Византия ломанула. Вот эти битвы апостолов на моей территории. После вот я не понимаю, помните прошлое прохождение на божестве было за Польшу? Почему у меня такого нет? Почему вот у меня сейчас там вроде были ну это тоже все не религиозный цивилизат. Ну может кроме Византии. Ну Мали еще. Мали Византия религиозные, но тут у меня битвы идут между Вавилоном, Галлами и Колумбией, которые по-моему не религиозные цивилизации в этой игре. Дамба. И почему-то тут куча вот их куча. Почему может я как-то так подавил их в той игре и так сыграл, что они просто не в состоянии были вот этими битвами заниматься. Так плюс 50% к шпионам. Вот это надо бы поставить, я думаю. Постоянное посольство еще, тем более. Давайте это я хочу оставить. Это я... А сколько там строится? Подождите, еще... Один ход. Давайте я уберу на самом деле на поселенцев. Я просто не хочу два влияния тоже убирать. Нет, хотя может даже лучше шпионов поставить. Я бы построил шпионов. Давайте макеавелизм и учетные банки вот так сделаем. Один ход остался, отлично. Я бы эту клетку Сайгону оставил. У Тханлонга, я думаю, тут еще много чего. Блин, мне бы чеченицу, конечно, построить, но она, по-моему, или не построена еще. Построена. Храм Артемида один ход. Кстати, вот, ну, я бы вот тут поставил Храм Артемиды, тогда здесь театралка вообще зайдет зашибительно. А, так вот у нас ромашка. Например, от Халонга отдам тоже какой-то будет. И я бы здесь, наверное, ну, Сайгоном бы построил. И тут вообще храм Артемида будет неплохо. Хотя надо посмотреть, там же плантации, да, в четырех клетках лагерь, пастбище и плантации. В четырех клетках. Раз, два, три, три, четыре, пять, ну, пять штук, в принципе, норм, да. Надо в Сайгоне храм Артемиды строить. Так, и что он будет давать? Плюс 30% к производству и создав военных юнитов. Ну, на морских зато, да, можно будет это сделать. Кстати, надо бы морские юниты построить. А, блин, молодец. Поставил карточку на... Кайф. Хотел, главное, хотел поменять, чтобы карточку на апгрейд юнитов поставить, в итоге ее как раз не поставил. Зашибись. Ну, будем стоять ждать. Я не, я не собираюсь просто так апать. Мне кажется, тут одной бомбарды вполне выше крыши. Ну, хотя, я шенгетти заберу и, скорее всего, уничтожу. Он бессмысленен тут. Просто бессмысленный город против боевых атак. Давайте. когда у меня уже четвертый уровень у кого-нибудь будет, чтобы две атаки за ход делать. О, этот вылечился. Ну, пока так поставлю. Он не добегает все равно. Блин, и мушкетером некого убить. тут не пройти как-то. Так, это я хочу здесь сделать. Не знаю, имеет ли смысл... Ну, дружбу можно объявить? Посольство точно стоит отправить к Овелону. У него уголь уже. Ну, как бы, неудивительно. Конечно, он уже открыл папу. То есть, две мастерских надо было только поставить и все. минус 1 и 1. Ну, ничего, сейчас тут увеличится население. Я думаю, все путем будет в данном случае. Уже немножко осталось до обновления Союза. У нас вроде хорошие отношения с Вавилону, а ведь только плюсы, в общем-то. Так что я даже не представляю, каким образом... Хотя, блин, это компьютер, он может объявить войну все равно, а не заря на все плюсы. Так, тут убираем кукурузу. Я буду сейчас Артемиду строить после мастерской. Боже эти. Ох уж эти битвы волшебников из Хогвартса. Так, принимаем посольство Мали. О, благодарит Хубилай. Смотрите, может там Хубилай как раз? Ой, предотвращено. но это не мною. Да? Каким-то другим предотвращено на этой реке. Но я тут и не мог дамбу поставить. Так, тут я точно хочу Храм Артемиды. Вот здесь не будем ждать милости у природы, когда она сама добавится. Эта клетка два хода. Это очень хорошее чудо в данном случае получается. Убираем кукурузу. 132 монетки. Продолжаем открывать территорию. Какие-то странные территории у Мали вообще-то. Не буду врать. Так, захватываем Шингетти. Блин, вместо чтобы подойти сразу и плюс чтобы был бомбардия. Ну, не должен убить катапульту. мне кажется. Я тут даже останусь. Может проатаковать? Нет. Ладно, идем дальше. Он хоть один юнит сделает Шингетти еще. Мне нужно кого-то убить мушкетером. мушкетером. что, повели. Поселенц, блин, минус семь будет. много ходов ходов. Еще 8. Ну, смотрите. Он, во-первых, будет идти три хода, да? Четыре, то есть, четыре хода из минус семь. То есть, я просто хочу переделать, я возьму культурный союз, с ними ничего не будет отваливаться. Так что, пошли потихоньку, я думаю. Так, готов поселенец, библиотека. Надо в кампусах все достроить. Я бы даже купил мастерскую просто здесь. Хотя, и тут так все быстро строится. Ладно, нет, давайте я лучше. тут мастерская куплена. Ладно, надо еще подумать, что тут делать. Всяночное жилье в Сайгоне уже, но все равно на рост. Какое-то предложение по Всемирному Конгрессу. Что, там же не захватили Сингапур? Нет. То есть, они его осаждают, то 66 силы. Ну да, он еще привел к катапульту. Вот с катапульты уже можно что-то... Хотя, все равно 66 силы, я вон бомбарды 50, сколько там, 60, еле-еле колупаю. Предложение, которое меня не касается, я так понимаю. А, религиозная агрессия против Византии. Рыбацкая лодка, два золота. Да, жалко, что я до открытия каравел не построил три ремы никакие, чтобы хапнуть, но нету возможности просто. Просто нету возможности. Так, по силе становится целью кризиса. Ну вот, 69 сила, да, а у Сингапура 66. Вот я бомбардой. А вот смотрим, сколько катапульты. Еле-еле. Сюда становлюсь, чтобы генерал действовал на моих слонов. Слушайте, а он вообще подождите-ка. Средневековый? Нет, действует. Слоны средневековые. Да. Уже, кстати, надо будет убирать генерала скоро. Да, Шенгети мы возьмем. Скорее всего, даже следующим ходом. Не, не хочу грабить. Ой, у нас будет предприятие. А, не возьмем, я хочу его уничтожить. Слушайте, а когда я тут город поставлю? Что мне туда везти? Мне вот тут надо на реке город ставить, потому что Шенгети хреново поставлен, а из-за этого что я туплю? А туда город я тоже поставлю потом? Ничего, ничего не исчезнет, все нормально. Так, банк. Мне вообще два банка надо. Монумент тут не нужен точно. Театралочка. Ну, видимо, вот для Тхалонга вот здесь театралочку бы стоило поставить, но пока не сейчас не хочу сейчас заповедник. Тоже, видите, даже этот не использовал. А, ну давайте шпионов. Я же поставил карточку на шпионы быстрее делались. Но шпион у меня только один. Надо будет карточку убрать, как построиться. Блин, Господи, видите, все клетки заставленные юнитами у Мали просто все клетки. Ну и как мне пройти? Поплыть, что ли, куда-нибудь? Охренеть, уже минус 19. Ну и как мне этот город удерживать? Ну, то есть надо встать сюда и просто ждать, когда мы союз примем, очевидно. Так, вот тут я мастерскую куплю и буду наверное стоит акведук сначала, потому что тут мало производства в этом городе. Акведук, а потом банк. Мне два банка надо для ускорения экономики. Так, тут универы. тут универы. Ай, блин, пять ходов, я опять, я не буду в героический? Нет. Что за хрень? Так, тут мы уже все открыли. Ну вот в индустриализацию я успею, наверное, зап... А, нет, не успею, кайф. Блин, я все-таки не выхожу в героический, похоже. Так, я получу вот этого торговца, но я одного уже держу на корпорации. Этот что у нас давал? Мгновенно строит в этом районе банк и рынок. Получает две ячейки. Окей, а если... А этот что дает? 250 золота и губернаторский титул. Ну вот это я, наверное, использую, я не буду его корпорацией, потому что один губернаторский титул это неплохая. Собственно, как и сразу рынок и банк, но у меня просто уже все везде построено. Да, слушай, ну вот храм Артемиды мне, конечно, добавил очков и плюс мне дает торгов. Слушайте, может, все-таки выйду. мне не хватает шесть, я так понимаю, да? Да, шесть. Какое-нибудь чудо может быть быстрое, какое-нибудь старое быстрое чудо. Форосский маяк за четыре хода это вряд ли. Ападана, вот Ападана, наверное, в столице возможно, да. Давайте строить. Ападана даст сколько еще? три очка, да? Ну, кстати, она и сама по себе неплохая, в принципе. Так, кампус, библиотеку. Где я еще могу получить дамбу? строить, но я бы, это же одна и та же река, да? Здесь у нас Каука и здесь Каука, нет? Нет, Араука здесь, это разные. Не, дамбу тут даже не в зависимости от промышленной зоны, дамбу здесь надо строить. Давайте пока универ, чтобы не затапливало. Знаете, что я еще могу? Я могу кораблик, даже я могу его купить просто. За первый корабль дадут очки, так. Вот, Катя, Каравеллу я бы купил за 480. Накопил, мне больше пока деньги не на что тратить. Потом я могу город поставить. Нет, он поставил город, что ли? Да, Тутуль. Вот Хатан, Мадуль. Блин. Ну, тогда ведем сюда оставить уже. Собственно, больше некуда. А этот, сейчас мы Шенгетик эти захватим. Так, я думаю, что его можно теперь просто окружать. Чтобы ну, в осаде был город, как бы. Да, слушайте, должны в героический выйти, мне все-таки кажется, что должны выйти. Теперь можно стоять уже тут с вами, потому что обстреливать нас не будет никак. стоим, 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 стоим. Да, вот это трубный глаз этих слонов меня, конечно. Ну, к сожалению, мушкетеров нам некого убивать мушкетерами. Постаю, я в следующем ходе его захватываю. Да, надо Ападан устроить. Так, а где мы тут поставим город? думать. Раз, два, три. Ну, я бы вот сюда поставил. Или тут, где он стоит. Наверное, тут, где стоит, тогда... А, стоп, я тоже город. Нет, давайте сюда. Сюда. Этого мы используем. и берем мокшу. А, вот еще, кстати, к счету эпохи, между прочим. Так, давайте Ападану. У меня нету времени удалять там что-либо. Надеюсь, тут все завязано на том, что никто из компьютеров. Но Ападана давнишнее чудо, если никто до сих пор не построил, я не думаю, что кто-то будет строить. просвещение ускорен. Может, мне просвещение открыть сначала? Ну, у меня вообще довольно много... Давайте просвещение. Я думаю, это нормально добавит коррекционализм, потому что у меня довольно много... Вот плюс четыре, вот плюс четыре, плюс шесть. Довольно много кампусов с хорошим соседством. И города уже, видите, двенадцать есть. Вот одиннадцать есть. То есть в Сайгоне, например, в кампусе все здания будут плюс сто процентов просто давать. Ну, еще получили. А, может, еще торговые посты сделали? Да, слушайте, мне даже кажется, что может, даже и без Ападаны выйдем. И тридцать процентов в представительстве зданий в городе владельца. Отлично. Еще одна фабрика. отличная. Боже. Битва. Битва этих магов. Даже махал. Хорошо. Сильная засуха. Ну, это ж не у меня. Это не у меня. Три хода до возрождения. Так, бомбарда. Сейчас я подумаю прокачивать или нет. мне хватит силы захватить город, то качнем. Ну, тем, что у меня есть, я имею в виду, хватит силы. Да, хватит, я думаю. О, тут будет четвертый уровень. Нет? Блин, жаль. И забираем. Ееее. город уничтожаем. Кстати, это, наверное, повлияет. А, кайф, я не могу. Подожди, а как это? А почему? Стоп. А почему я здесь не могу ставить? Это какой-то... Нет, раз, два, три. Раз, два, три. Мне кажется, это какой-то глюк. серьезно, почему я тут не могу поставить город? Ну, сейчас глянем. Это что-то странное. Два посла. Ну, можно в Сингапур, наверное, хотя я бы в Венецию поотправлял. Так, Занзибар, корицу и гвоздика. Это прикольно, конечно, 6 удовольствия, при том, что у меня постоянно не хватает довольства. Но Венеция в соседях. Я бы в Венецию отправил. Ну, только первым послом там вот это вот все. Так, всем к обороне. Есть рабочий, обрабатываем рыбу. О, стало 6 жителей, видите, плюс 4 пошло, но у меня все равно проблемы здесь, например, с лояльностью, да? Уже 50, то есть мне все равно нужен культурный союз, чтобы вот этой херни не было. Я, к сожалению, кардив не могу обратно. Ну, нормально, мы тут как бы расселились, в общем-то, с Вавилоном более-менее. Так, мне надо монгола найти. Я так понимаю, что остался последний на моем континенте не встреченный, монгол. И мне кажется, он вот здесь, зря я туда поплыл. здесь где-то. Так, если что, я еще каравеллу могу купить. Три хода. Знаете, булины, и тут три хода. А что-то Ападана медленнее строится, чем я ожидал. Подождите-ка. Ладно, давайте купим уже. А, тем более, там вон варвар плывет. Плюс два. Мне одного очка не хватает. Где-то я еще, по-моему, но это вранье, я не улучшил, потому что я сейчас только что уничтожил город. Гетти побежит. А, я думал, я тут поставлю и будет очко. Так, слушайте, мне одно очко откуда-то надо взять все равно. Мне откуда-то все равно одно очко надо взять. Нету, пока нету вообще. Ну, по идее, я могу набить на полководца, например, веру потратить. Ладно, пока пока чилим, так сказать. Это, конечно, Вавилон. Барсипа больше культ. давайте, Вавилон. Что со слонами делать? Ну, мне кажется, надо ставить город, апать слонов в пушке уже. в баллистике будет. Где у нас Колумбия? это я отстающий. Колумбия даже у нас уже... Нет, вместе с Колумбией я, кстати. Нормально. Апать в пушке и просто... Блин, фига мне так Колумбия с другой стороны. Надо, наверное, переводить на сторону Галла. Скорее всего, он может на меня напасть. Надо где-то вот сюда держать юниты все эти... на всякий пожарный. Хотя Гал... Ну, смотрите, Сид ковыряет Сингапур, реально. Но он... Если у него будет одна катапульта, он его не возьмет. Кстати, правильно я в Сингапур не отправил посла. А то сейчас думал до 6 добить. Он все-таки вполне может его забрать. Это будет неприятно. Так, а вот мушкетера я бы сюда отправил. В этот город. Амбар. Тут точно амбар. Потом гавань. Гавани классные на плюс 4 аж. Так. Универ. Наверное, быстрее осталось только три хода до того, как закончится ускорение для строительства всех научных зданий. Я, собственно, везде, кстати, их и построил, между прочим. Я нормально воспользовался. Есть универ. Ну, очевидно, акведук или дамба, подождите, дамба тут не ставится нигде, да? Тогда акведук. А, все, есть. И Хубилай встречен. Отлично, все, я в золотом веке. В героическом, героическом. И, кстати, судя по этой партии, это реально героический век, потому что я сколько со всеми воевал, сколько... А, слушайте, Хубилай это на другом континенте. Во, смотрите, Гал меня осуждает, прикиньте. А Византия за что осуждает? Наверное, за то, что я друг с Малиме, так кажется. Колумбия осуждает, кайф. Колумбия вообще не удивлен. Вот Гал. Так, где там Варвары? А, Варвары, наверное, это там художественный музей, Тадж-Махал, фрески, изобретения. Это художников, инженеров. Во-первых, поставим скидку на улучшение юнитов. Я давно хочу кое-какие юниты улучшить. Во-вторых, убираем производство шпиона. Хотя я не достроил его там в столице, но все равно убираем. Я бы изобретение поставил, да? А учетные банки на место шпиона. Видите, очков великих инженеров выше. Пока все. теперь ну вот можно поставить глюк какой-то был. апаем катапульту. Садную тактику ускорили и здесь можно так, так. Ну и по-моему это давайте я у себя вот так и стандартизация ускорена. Потому что трех слушайте, там же трех ну да, три мушкетера, да. Все верно. Блин, тварь приплыла. Гадить мне тут. О, слушайте, тут еще какие-то острова прям есть. зря я. Да, Хубилай похоже с другого континента все-таки. И это его встретили, да, он каким-то образом приплыл. Так, давайте я тогда разведчика на автомат поставлю. Я пока не понимаю куда мне тут плыть и что делать. Это я буду слишком долго думать. Так, генерал у нас бежит к галам. Собственно и пушечки туда можно отправить, бомбарды. Строителя давайте сразу обрабатывать. Один заряд остался обработаем алмазики. Универ достроили. Что тут с дамбой? Так, тут еще очень хорошо. Что, театралка какая будет? На плюс четыре. Кайф. Так, шесть. Ну, давайте сначала акведук поставлю. Потом театралку пожалуй. а дамбы у нас я бы наверное дамбу вот сюда поставил. А тут сделал бы четверочку ферм. Ну, ромбиком таким. Так, тоже универ готов. О, тут нету центра коммерции. Ничего себе. Как-то мы это пропустили. потому что реки нету. Поэтому я это пропустил. ну, давайте здесь нам центры коммерции точно везде нужны. И мастерскую. Может, сначала мастерскую. Давайте сначала мастерскую, потом центр коммерции. Так, в этом городе мы начнем строители лучше в других городах делать, конечно. Что у нас с центром коммерции здесь есть? На плюс два. Я бы вот тут наверное поставил. Так, форусский маяк, дворец Потала. встретили Монголию. Недостаточно жилья. Ну, кстати, а тут в хале у нас что с жильем? Приедет мокша, я так понимаю, жилье появится. ну что, какие вы думаете сингапур все-таки как-то падает. Какие шансы на то, что Гал объявит ого, начинает требование выдвигать. Какие шансы, что Гал объявит мне войну? Еще и Византия. Византия, я думаю, все-таки хотя вот так вот и приходит, да? Блин, ну что, мы теперь с Галом и Византией воевать? Следующий этап войн, да? Мне бы в Сайгоне стены вверх венецианский. Давайте мы в Сайгоне стены сделаем для начала. Что выглядит очень все неприятнее. Но Сингапур все равно очень долго пилит, хотя уже вот армия появилась кавалерии. Армия кавалерии это приятная штука. Так, после индустриализации мы очевидно пойдем может стены возрождения открыть. Мне нужны пушки. Я апаю своих слонов в пушки и они ничего не могут сделать. Так, здесь вот эту клеточку покупаем и у нас появляются еще налмазы. Вот налмазы придется в Кант Хо только делать, потому что в Хуалы у нас на меха стоит. Вавилон ну давайте я пока наверное сюда встану генералом. Бомбарды идут домой. Так, ну что тут Куан 3 все отваливается. Не разграбил мне? Скажите, он убил мне рабочего что ли? В общем, мне сообщения нету об этом. Что-то непонятно. У меня тут был рабочий, единственное, что сделал, рыбу поставил. Так? Рабочий куда-то делся. Таинственная пропажа рабочего. это надо расследовать. Это случай для Кубила. Только меня встретил, хрен знает где и уже осуждает. Мент это прикалывает всегда в Циве. Дело для Эркюля Пуаро. Хотя так вьетнамский Эркюль Пуаро, не знаю, как как-то свалил. Так, удваиваем очки давайте торговцев. Плюс 100% к типичным бонусам отгорода государства при отправке в него торговцев. Давайте культурный я попробую Кумаси засюзеренить и в него отправить. Это будет куча культуры. Возможно. Ну и вышли в промышленную эру. Я думаю, на этом имеет смысл закончить серию, потому что дальше будет героический век, эпоха великих географических открытий начнутся. Так, не начисляются. Великий флотоводец полностью согласен вообще. Отлично. И 100% в торговой. Ну, тоже можно Венецию попробовать, да, сделать. Так, мы открыли просвещение и построили Ападану. На этом все. Продолжение завтра. Спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Дайте гляну, во что остальные вышли. В золотой век Хамурапи и все остальные в обычный. Слушайте, а может мне тогда не менять Хамурапи союз? Потому что у меня сер явно ничего не отваливается, очевидно. Видите, 10,4. Ну, ладно, я подумаю уже в следующей серии. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.